Друзья, всем привет! Сегодня я покажу вам, как сделать планировку квартиры для шестерых человек. Мама, папа и четверо детей. Это же целый квест, представляете? Во-первых, найти квартиру под такую большую семью, а во-вторых, сделать там все удобно и красиво. Поэтому сейчас на ваших глазах будет совершаться магия. А эту магию буду делать я, Иван Безруков, дизайнер. В общем, ребята, смотрите до конца, и вы сегодня увидите совершенно иной взгляд на планировку, который перевернет все в вашей голове. Гарантирую, будет интересно. Поехали! В нашей студии есть услуга «Разбор планировки». То есть я делаю эскиз планировки, а потом встречаюсь с людьми, и мы с ними разговариваем. Я им объясняю, почему так, как можно по-другому или не нужно по-другому. И в итоге мы приходим к определенному результату, который они потом воплощают в жизнь. Это очень удобно, а самое главное – недорого, друзья. Поэтому пишите в комментариях, обращайтесь. И вот я вам расскажу про случай как раз именно такой, когда ко мне обратилась семья с просьбой сделать планировку их квартиры. Но для начала выбрать, помочь выбрать планировку из нескольких вариантов. Вот здесь лежит аж целых пять вариантов, из которых мы сначала выбирали наиболее приемлемую под их задачи. А впоследствии одну планировку я делал, и делал в ней планировку. А надо сказать, нужно учесть многое. Во-первых, нужно сделать комфортное общее пространство. Ну, представляете, шесть человек, то есть это хотя бы даже, ну вот стол поставить уже проблема. То есть это же шесть стульев, а еще гости приходят, правильно? Кухня должна быть большой, на которой готовить. Желательно кладовку к этой кухне, чтобы запасов да побольше. Ну, четверо детей, это же ого-го. Нужно предусмотреть места хранения, их должно быть много. Ну, достаточно представить, как мы приходим зимой домой с прогулки. Представляете, шесть человек, нужно всем снять пуховики, повесить их куда-то. Где-то им надо развернуться, то есть прихожая должна быть достаточно большого размера. Ну и так далее и тому подобное. То есть много-много пунктов. Да, господи, та же постирочная, это же сколько стирать-то надо. То есть постирочная должна быть. Ну и вот мы встретились и начали обсуждать, какую планировку выбрать. Вот перед нами пять вариантов. Вот это вот вторичка. Значит, она нам сразу не подходит, потому что кухня маленькая, восемь с половиной квадратных метров. А соседняя комната через капитальную стену, которую убрать нельзя. Соответственно, ну что это такое? Где все мы вместе располагаться? Все, отпадает сразу же. То есть мы это сразу отмели. Идем дальше. Следующая планировка. Вот тоже интересный экземпляр такой. У нас здесь получается три спальни и общее пространство. И первое, что бросается в глаза, значит, большая прихожая с большим хранением. Это очень удобно, когда мы приходим, раздеваемся, где-то надо складировать одежду. Для большой семьи прямо то, что надо. Но, но, очень маленькая кухня-гостиная, 20 квадратных метров, даже меньше 20, 19,2. Ну это что такое? Как здесь, друзья, расположить кухню большую, а еще остров хочет человек-то, понимаете? Обеденный стол на шесть человек и диванную группу. А диванная группа, представляете, вот тоже вот нам шесть человек нужно там развалиться, там в игры поиграть, телек посмотреть. Ну тоже не маленький, одного дивана как бы не хватает, то есть диван-то должен быть, ну может быть и один, но побольше. Короче, в 19 квадратных метров это вообще никак не влазит, все сразу отпадает. Смотрим следующий вариант. Здесь уже с точки зрения общего пространства поинтереснее, целых 35 квадратных метров кухня-гостиная. И наконец-то я подумал, что это именно то, что нам и надо. Все входит, влазит замечательно, много места есть, где разместиться. Но, но потом начал разглядывать жилые комнаты, а они молюськие, молюськие 11 квадратных метров, 10 квадратных метров. Как в них расположиться непонятно, с условием того, что нужно разместить большое количество хранения. Шкафов должно быть много. И так крутил эдак, ничего не влазит, друзья, поэтому все, это тоже все уходит в небытие. Следующий вариант, который мы рассматривали, не подошел самому заказчику по каким-то внутренним ощущениям. Там окна не туда выходят, какие-то не те стороны света, не такая конфигурация. Мы это все пообсуждали и в общем она не подошла. В довершении к этому, обращая внимание на кухню-гостиную, она не вытянутая, а более квадратной формы. Вот в более квадратных таких помещениях невозможно расположить мебель, чтобы было удобно. Но вот смотрите сами, вот место под кухонный гарнитур, оно только одно способно быть. Больше его сдвинуть никуда невозможно, потому что стояки находятся здесь. А нам надо помимо этого поставить куда-то стол. Куда поставить? Ну, наверное, только вот сюда. Соответственно, диван в дальний угол и напротив дивана телевизор. В чем проблема? Проблема в том, что между диваном и телевизором огромное пространство, причем оно такое, что уже и не кресло поставишь, и ничего. Да и стол стоит как-то несуразно. То есть он выпирает в диванную зону и мешает кухне. Если сдвигать его ближе к кухне, то, соответственно, вообще проблема, потому что готовить будет неудобно, будем задевать стулья, которые стоят вокруг стола. Короче, вот такая история не очень, в общем, подходящая. Поэтому в том числе из-за этого мы тоже отмели эту планировку. И осталась вот такая вот, над которой я работал впоследствии, соответственно, и сейчас покажу, что у нас получилось. Напоминаю, что у нас две детские, одна спальня для родителей, общее пространство, а еще нужно предусмотреть гардеробные, постирочные и ванны. Две, как минимум, ну то есть детям ванная должна быть, родителям, ну хотя бы душевая. Вот, запрос у заказчиков был такой, что двух детей, которые поменьше, располагаем в одной комнате, а двух детей, которые постарше, располагаем во второй комнате. Вот, вот так вот по двое, в общем, разместили в детских. В итоге что получилось? То есть давайте сразу же этот вариант посмотрим. Я сделал небольшую перепланировку, что позволило получить гардеробную. Внутри которой встроенные шкафы. Причем конфигурация такая, что гардеробная это как бы продление прихожей. Ну, то есть, соответственно, когда шесть человек зашли, мы можем как бы расползтись по прихожей-гардеробной. Соответственно, спокойно раздеваться. Ну, в рамках того пространства, которое мы имеем. Тут же удалось поставить комод. Комод тоже удобная вещь, потому что там шапки, шарфики, не знаю, там перчатки, носки, там все что угодно для детей. Сверху, соответственно, мы будем бросать в какое-то блюдо ключи, там, не знаю, что-то еще, что понадобится перед выходом. То есть комод для этих целей очень подходит. Плюс какую-то красоту сверху мы можем в виде картины или зеркала повесить. Дальше, что удобно, пространство у нас распределяется как бы на две зоны. Направо это общественное, налево это приватное. Значит, в общественном пространстве 26,7 квадратных метров, но это более-менее подходит под то, чтобы сделать кухню, столовую, гостиную. И вот что получилось. Получился достаточно большой кухонный гарнитур, угловой, к сожалению, без острова, но просто остров уже не влазит в 26 квадратных метров, ну никак не получается. Зато удалось поставить большой круглый стол, не прямоугольный, не квадратный, а именно круглый, для того, чтобы не было углов, за которые бы мы цеплялись при ходьбе. То есть круглый стол в этом плане очень хороший и удобен. Ну и потом он всех объединяет гораздо лучше, чем прямоугольный. Еще король Артур это заметил. Так что круглый стол. Диванная группа. Диван, кресло напротив телевизор. Телевизор встроен в общую систему шкафов. Внутри этих шкафов сам непосредственно телевизор. А в одном из шкафов рабочее место. Достаточно открыть дверки, ну если хотите шторки раздвинуть, и там компьютер. То есть можно посидеть, поработать. Когда пришли гости, или мы сидим, ужинаем, или там играем с семьей в какие-то игры, просто закрываем дверки, и все документы, все, что у нас было навалено на столе, все прячется за дверки. Очень удобно и практично. В итоге мы получили очень хорошую, удобную кухню-гостиную с большим набором кухонных принадлежностей. Холодильник, морозильник, духовой шкаф в пенале, микроволновка, кофеварка, ну и прочее, прочее, прочее. Все сюда разместилось. Есть стол, есть диван, кресло, даже рабочее место. Ну и телек, куда ж без него. При этом все правильно располагается по осям. Это очень важно в планировке учитывать. То есть правильная расстановка в последующем дает гармонию и равновесие в пространстве. Обращайте на это внимание. Вот здесь это учтено. Точечками вы видите обозначены это фокусные точки. Это в последующем нужно будет развивать в дизайне. Это управление взглядом, это те места, где мы делаем что-то красивое, чтобы наши глазки ходили и смотрели именно там, где нам надо. А не куда попало, понимаете? Ну типа там, как обычно, как сейчас делают? Типа делают теневой профиль, скрытые плинтуса. Ну вот смотрите, какой у нас дизайн. Да это не дизайн, это ремонт. Вот здесь нам этого не надо. Нам надо направить взгляд на красивые предметы интерьера. И здесь это уже изначально в планировке заложено. Но переходим дальше. Дальше мы переходим в приватную зону. Здесь две детские комнаты и спальня родителей. В детских комнатах все банально. Самая маленькая отдано самым маленьким ребяткам. У них что здесь? Две кровати. Есть два шкафа. Ну там или один шкаф под игрушки и другой шкаф под одежду, например. Но если много одежды, можно два шкафа под одежду. Посередине стеллаж с игрушками. Маленький столик, за которым можно сидеть, рисовать, лепить, что-то делать. Это обязательно в детской для малышей нужно делать. Ну и есть кресло-мешок. Почему мешок? Потому что таскать легче. А почему кресло? Потому что мама читает сказки на ночь. Ну или папа. Ну так же всегда с детьми, правильно? То есть не будешь же на полу сидеть. Хотя можно и на полу, можно и на кровати. Но на кресле всегда удобнее. Плюс к этому кресло можно всегда утащить в гостиную, когда там большое сборище семейное. И соответственно все там усесться кружком в мягкой зоне. Вторая комната поделена на две части. Одна часть одному ребенку, вторая часть другому ребенку. У каждого свое рабочее место. Есть общий шкаф. Он небольшой. Ну и в принципе что там. Судя по моим детям, например, старшим, так им вообще каждому дать шкаф вот такой ширины. И нормально в принципе. То есть все влазит. А все, что им не надо, надо просто аккуратненько убирать. А иначе это валяться будет. Понимаете? То есть маленький шкаф, залог порядка. Вот так я вам скажу. Зато есть большой стеллаж, где учебники, тетради, что-то там еще. Переходим к спальне родителям. Родительская спальня это прямо такое классное помещение. Почему? Потому что получилось сделать мастер спальню. Ребята, у тех у кого дети, у вас просто должна быть мастер спальня, если вы хотите сохранять радость интимных отношений. А судя по количеству детей, этим ребятам очень актуальна мастер спальня. Да и вообще каждому актуальна мастер спальня. Это я вас уверяю абсолютно точно. Что такое мастер спальня? Это гардероб, это спальня, это ванна и все за одной дверью. То есть логика такая. Зашли в гардеробную, разделись, пошли в душ, помылись, вышли, одели халат и обратно туда к гостям, в общем в квартиру, куда-то там. Ну а вечером мы можем, ну или днем, спокойно закрыться, так сказать, насладиться одиночеством. И никто нам мешать не будет, потому что все это за дверью. Тут же за дверью у нас есть душевая. В принципе, после нашего одиночества мы можем ополоснуться в душе. Ну и потом уже, одев халат в гардеробной, выйти в люди, что называется. Здесь еще такая конфигурация, что, например, если кто-то из родителей спит, ну, например, мама хочет поспать подольше. А папа собирается на работу. Он выходит из спальни, закрывает за собой дверь и дальше ходит из гардеробной в ванную, там умывается, обратно в гардеробную, там одевается, там горит свет, там какой-то шум производится. Но при этом он не мешает маме спать, понимаете? А если у вас шкаф в спальне, то неизбежно включается свет, достали одежду, одеваем. То есть это все мешает отдыхающему. Поэтому вот удобство еще и в этом, дорогие друзья. Ну, короче говоря, очень удобная родительская спальня. Что здесь в ванной? Здесь раковина, здесь унитаз и большая душевая. Ну, настолько длинное помещение, что я решил с торца этого помещения сделать стеклянную стену, за которую засадить растениями. Ну, искусственными, понятное дело. А сверху подсветку, понятное дело. И, в общем, создать ощущение, как будто мы где-нибудь на Бали. Понимаете, да? А здесь улица, джунгли. Это же кайф, да? Ну, то есть поменяли обстановку. Зашли, насладились, порелаксировали, отдохнули. Вот, то есть ванны нужно делать так, чтобы вот релакс получать. Для этого нужно убирать все стиральные машины. Здесь она убрана и убрана во вторую ванную комнату. Но во второй ванной комнате стиральная машина тоже скрыта, скрыта в нише. Она сделана так, чтобы и стиральная машина влезла, и чтобы со стороны родительской ванной ровненькая стена была вот прям без всяких уступов, ровненькая. Вот где уступчик, это ниша под инсталляцию унитаза. Вот, то есть это все выравнивается мебельными панелями, вот, со стороны родительской ванны. А со стороны детской ванны это ниша, в которой стоит стиральная машина. То есть это постирочная зона. Ну и в остальном здесь две раковины, унитаз и ванна. То, что нужно детям. Можно умываться вдвоем. Большая ванна, можно купаться. В общем, все зашибись. То есть, сделал я эту планировку, друзья, и подумал. Ну, что-то как-то все равно не то. Ну, как-то не совсем это правильно. Как-то надо по-другому немножко подойти к решению этой задачи. Почему? Потому что, если мы подумаем, как мы проживаем наш день и проводим его в квартире, то есть так называемый сценарий жизни, то обнаружится, что очень большое количество времени мы просто спим. А когда мы спим, мы просто спим. И как бы даже не осознаем, что там вокруг нас-то происходит. Ну, потому что мы спим. Соответственно, мы спать-то можем практически где угодно. Ну, в том смысле, что нам для этого не нужно больших апартаментов. Понимаете, да? Мысль. Сценарий жизни. Для этого я нарисовал вот такой циферблат, на котором постарался обозначить наши активные, так сказать, фазы бодрствования. Именно в квартире. То есть, как мы проживаем в квартире. То есть, мы приходим домой, для этого у нас есть прихожая. Значит, дальше мы переодеваемся. Каждый в своей спальне может переодеться. Ну, для этого у нас есть шкаф или гардеробная. А потом мы все идем в общую комнату. То есть, кухню-гостиную. Правильно? Особенно те, у кого маленькие дети. Они практически всегда с родителями в кухне-гостиной. И в этом смысле кухню-гостиную надо бы делать побольше, чтобы всем было комфортно. Правильно? А спальни используются, ну, детские в частности. То есть, они как используются? Ну, то есть, ребенок уходит, он там спит, там у него шкаф. Ну, и, наверное, там у него стол для занятия, для делания уроков. Правильно? Конечно, каждому хотелось бы свою комнату. То есть, чтобы она была индивидуальная, чтобы каждый ребенок мог уединиться. Но в нашем-то случае такого не получается. То есть, одна комната, два ребенка. Ну, то есть, получается, что ты все равно эту комнату с кем-то делишь. И я подумал, исходя из всех вот этих вот моих размышлений, исходя из сценария жизни, исходя из того, что мы бодрствуем и бодрствование проводим в общественных зонах, а когда мы спим, мы просто уходим в спальню, закрываемся, там выключаем свет и спим, так может быть сделать спальни поменьше, а общественное пространство побольше. И тут я сразу вспомнил принцип, ну, вот, например, садика. То есть, в садике всегда есть два помещения. То есть, есть комната для сна, есть комната для игр. Ну, вот вспоминайте, да, и все дети уходят спать, там у них кроватки. То есть, и все, никого как бы не парит, что вот они все вместе спят здесь. Зато потом все вместе играют. Вот, потом, если вспомнить, как раньше люди, например, жили в избах, ну, например, наши, в наших русских, то оказывается, что вообще все вместе спали, да, в одной избе. То есть, вот, помните, семеро по лавкам, да, то есть, вот по лавочкам спят, то есть, там на печке спят. И все это вместе, и все было хорошо. Потом я вспомнил европейский опыт, как там все это происходило, и тоже я вам скажу, что не было никаких индивидуальных комнат. То есть, все равно все вместе находились в одной комнате. Это уже потом с накоплением, так сказать, благосостояния стали появляться индивидуальные комнаты. В наше время стоимость жилья очень дорогое. Да, то есть, квадратный метр стоит очень-очень дорого. Конечно, если вы обладаете средствами, то, безусловно, для каждого ребенка своя комната, для родителя своя комната, места уединения, большое общее пространство. Вот тогда квартира будет не 100 квадратных метров, а все 200. И стоимость ее будет не 15 миллионов, а 30 миллионов. Ну, дорого сейчас стоит квадратный метр. Понятное дело, что каждый исходит из своего бюджета. И здесь-то цель была такова, чтобы вписаться в те квадратные метры и сделать их максимально комфортными. Так вот, все эти рассуждения привели меня к следующему варианту. Я сделал одну комнату для сна детям. И все четыре ребенка поместились у меня вот в эту комнату. Эта комната разделена на две части шкафами. В одной части дети постарше, в другой части дети помладше. А другую комнату я сделал как комнату для игр, комнату для занятия уроками, для занятия каким-то творчеством. То есть, по сути, это вторая гостиная плюс к дополнительной основной гостиной. И они здесь даже объединены таким как бы пространством. То есть, одно перетекает в другое. Соответственно, если мы вспомним, что дети в основном хотят проводить время с родителями, то здесь они фактически почти рядом, но как бы немножечко все-таки в удалении. Вот, понимаете, да? Вот так вот все это выглядит. И получается, что если кому-то нужно спать, он уходит в комнату для сна, ложится, засыпает, свет выключается, и все, ему никто не мешает. Все остальные дети могут тусить в другой комнате. Там смотреть мультики, рисовать, лепить, читать, там, не знаю, на руках ходить. А при этом все эти действия не будут мешать тому, кто спит. Как в детском садике. То есть, спишь, все, тебе никто не мешает. Могут все уйти, могут половина детей уйти. Ну, то есть, младшие, понятно, уйдут пораньше, старшие наверняка уйдут попозже. Если кто-то хочет почитать книгу, он может быть вот в этой детской гостиной, так называемой. Здесь есть все, есть рабочие места, есть места для малышей, чтобы здесь полепить, порисовать. Есть большой стеллаж для игр. А еще здесь, в этом общем пространстве, есть такая вот интересная штука, вот эта вот загогулина. Это место индивидуального уединения. То есть, такая штука, ну, такой, знаете, как такой, ну, давайте его назовем кокон такой, или гнездо такое, в которое можно зайти, оно такое мягкое, например, может быть. Там можно сесть, включить торшер, взять книгу, почитать и уединиться. Это могут сделать дети. Они, например, могут там что-то учить, какое-нибудь стихотворение. Это может сделать мама. Например, она тоже может там сесть и почитать какую-то книгу. И таким образом уединиться, так сказать, от всех. Вот, ну, то есть, очень классная штука. А с другой стороны, тоже получается углубление, но под пуфик. Это со стороны прихожей, где можно сесть, переодеть обувь. Получается очень интересное разделение пространства. У нас есть территория родителей, она отдельно. Она тоже в стороночке. Родители могут уйти, уединиться, отдыхать. Это так называемая мастер-спальня. Тут спальня, гардероб, своя душевая, все за своей дверью. Есть большая гостиная, которая объединена с детской гостиной. И одна в другую перетекает, что позволяет с комфортом пребывать здесь шестерым людям. Понимаете? Вот. Короче, получилось очень классно, на мой взгляд. И если мы отойдем от нашего стандартного восприятия того, как должно быть сейчас. Ну вот у всех же у нас есть определенное представление того, как мы должны жить. И вот это вот нам, ну как бы вот отовсюду говорят. У каждого ребенка должна быть своя комната. Должно быть то-то, это, пятое, десятое. Ну, вовсе нет. Мне кажется, что нужно от этого немножко абстрагироваться. Подумать о сценариях жизни. Как они протекают в квартире. И подумать, как их сделать максимально комфортными. Вот мое предложение именно такое. Друзья, приглашаю вас в комментарии прокомментировать, как вы считаете, как вы думаете, как комфортно было бы организовать это пространство с вашей точки зрения. Как разместить детей с комфортом. Вот я считаю, что так наиболее комфортный вариант. Почему? Потому что все вместе мы проводим время, такая социализация у нас, да. То есть вместе чем-то занимаемся, и это максимально комфортно. У родителей есть свое пространство, и это максимально комфортно для них. И вообще, для родителей в первую очередь нужно создавать комфорт, а для детей уже во вторую. Учитывая, что дети маленькие, то им норм находиться всем вместе. В игровой зоне, да, ну и опять же, всем вместе можно отдыхать. То есть ничего страшного в этом абсолютно я не вижу. То есть это просто наши какие-то стереотипы, шаблоны в современном мире, что должно быть так. Но все равно так не получается, потому что так или иначе в одну комнату два ребенка помещаются. Ну то есть опять же уединения-то нет. Поэтому смысл-то теряется. Одна комната для одного ребенка, понимаете, да? То есть поэтому всех вместе в одну. Ну так или иначе, в общем, мне очень интересно ваше мнение. Пишите в комментариях. Ну а если у вас есть планировка и вы не знаете, что с ней сделать, то обращайтесь ко мне смело. Пишите в комментариях или звоните нам по телефону в наш, к нам в студию. Поэтому всем с удовольствием помогу. Все сделаю. Разберем вашу планировку. Сделаем идеально. Ну на этом все. Ставьте лайк, жмите на колокольчик. Подписывайтесь на канал. Да пребудет с вами муза. Пишите в комментариях. Пока.